Спортсмен из Краскова Андрей Першин выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы 2017 года по тейквондо. Вернувшись на родину, Першин дал интервью телеканалу ЛРТ, показал, как тренирует будущих чемпионов и рассказал о планах на будущее. Тейквондо – корейское боевое искусство. В России этот вид спорта зародился в 90-х годах. Характерной особенностью тейквондо является активное использование ног в бою, причем как для ударов, так и для блоков. Крусер чемпионата Европы 2017 Андрей Першин начал спортивный путь еще в раннем детстве. Мой отец тренер, он меня привел в зал, причем он меня там не заставлял вечно заниматься, дома работать. Он смотрел, как я хочу сам заниматься. То есть я пришел в зал и говорю, я хочу вместе с тобой тренироваться. Он меня брал с собой. То есть я рос наравне со всеми спортсменами. Тейквондо учит выносливости, искусство дисциплины, твердости характера и целеустремленности. Именно духовная культура и практика отличает его от других видов боевых искусств. Я хочу сказать, что тейквондо в первую очередь это легкий контакт. То есть у нас не задача отправить в нокаут, там повалиться у противника. У нас идет работа на очки. То есть задача обозначить, нанести легкий удар и заработать за это 2-3 очка. На тренировки к Андрею Першину приходят не только мальчики, но и девочки. Возраст будущих чемпионов 5-7 лет. Но с тейкостью характера и техники исполнения боевых приемов могут позавидовать даже олимпийские медалисты. У нас есть еще не только макуседание, у нас есть еще прикат на другую ногу. Например, я сейчас на вот эту ногу сижу и прикатываюсь вот сюда. Впереди Андрея ждут новые соревнования. Усердная подготовка к ним идет полным ходом. Параллельно прессер чемпионата Европы продолжает тренировать маленьких тэквондистов. Продолжаем работать, продолжаем стремиться. Впереди чемпионат мира в Ирландии. Усердно готовиться к нему и обязательно занять первое место. Екатерина Скрижалина, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ.